Мы остановились в прошлом седании на том, что все участники процесса выступили в судебных клиниках, высказали свою позицию по поводу административного приговора суда. И осталось у нас выслушать последнее слово подсудимого, осужденного, после чего суд должен удалиться в совещательный пункт для принятия решения. Я буду краток. Мы достаточно подробно вместе с адвокатами излагали нашу позицию. Достаточно много говорили о тех фактах, которые подтверждают мере невиновность. Говорили о том, что в решении суда первой инстанции 32 вывода, на которых основано это решение. Из них 26, я с самого начала своей речи в премии показывал, что 26 из них просто противоречат российскому законодательству. А 6 основаны на предположениях и на показаниях свидетелей, которые теми же свидетелями опровергаются. Показания эти меняются, даются совершенно другие версии, или вообще просто свидетели отказываются от этих показаний. Ну и эти же 6, они опровергаются материалами уголовного дела, теми документами и финансовыми документами, и теми документами, которые были оформлены, подписаны и утверждены Орденами местного самоуправления при утверждении муниципальных контрактов, о которых идет речь в материалах уголовного дела. Я не совершал ни одного преступления, мы это достаточно подробно писали, доказали. Вопрос даже в том, что я не то что совершал, я не мог их совершить, потому что то, на что ссылается суд первой инстанции, не являлось ни моими полномочиями, не было тех финансовых средств у меня, как у главного распредителя бюджетных средств, и они не были мне уверены, тем более, что ни одного договора я не подписывал, не контролировал и не был муниципальным заказчиком, как того требуют законы Российской Федерации. Я не совершал ни одного преступления, я исполнял свою работу только исходя из законов Российской Федерации, и все, что я делал, оно было основано только на то, чтобы в муниципальном образовании в городе Сыктывкар появилось как можно больше новых объектов социальных, как можно эффективней использовались бюджетные средства, и это все тоже есть материал в уголовное дело, так как город Сыктывкар, в период того, как я был главой администрации, очень высоко оценивался и Министерством финансов Республики Коми, и теми же проверками, которые проводились, потому что все результаты проверок есть в уголовном деле, ни одного замечания даже, ни одной претензии, ни одних каких-то даже минимальных штрафных санкций не было. Все, включая и ревизора, который допрашивался в коде первого предварительного заседания, сказали, что никаких нарушений администрация Министерства и Министерства образования не допускала в течение всего периода работы. Поэтому, уважаемый суд, у меня огромная просьба оценить все наши доводы, изучить все версии, как того требует закона Российской Федерации, и принять то решение, которое будет, опять же, основано на принципах, неугасительных принципах Конституции, статьи 49-й, это то, что все сомнения трактуются в пользу обвиняемого и подозреваемого. А сомнений в этом условном деле огромное количество. Суд, в лицах совещает руководство, решение предварительно будет оглашено 3 марта в 3 часа. Субтитры создавал DimaTorzok